Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега, рейдер и управляющий активами Санкт-Петербурга Вадим Бабенко. Вадим, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, коллеги! Как вам сегодняшняя пятница? Что интересного? Да, сейчас посмотрим и выясним, что же сейчас у нас есть интересного после вчерашнего заседания ЕЦБ. Давайте посмотрим. Как вы и сами вчера, Вадим, получилось заработать на этих всех метаниях или не получилось? Да, получилось на падении австралийского доллара и на падении новозеландского доллара. Супер, супер! Видим хорошо, вам слово! Начнем с индекса доллара. После вчерашнего заседания ЕЦБ, Марио Драги обозначил дальнейшее снижение ставки в сентябре и введение дальнейшей программы количественного смягчения. Поэтому доллар, так сказать, но на этом заседании он не предпринял никаких резких действий, поэтому, соответственно, евро и доллар отреагировали на это дело более спокойно, чем могло бы быть при каких-то кардинальных решениях прямо уже на этом заседании. Но общая картина все равно, раз, скажем, программа была анонсирована в дальнейших действиях, то доллар начал укрепляться. Посмотрим на индексе доллара, как это отразилось. Как мы видим, если вы помните, когда индекс доллара был внизу, где-то вот на этих значениях, я вам говорю, что вполне возможен такой сценарий, что начнется укрепление доллара. Вот сейчас мы наблюдаем эту картину и мы видим, что доллар сейчас находится в импульсе, находится в расходящем канале и, так сказать, демонстрирует все признаки укрепления. Какие могут быть дальше сценария? Потому что, как мне кажется, надо все время на ситуацию смотреть несколько глубже или с высоты и рассматривать все возможные сценарии. Я вам сейчас обозначу, что может быть. Если дальше крепление доллара продолжится, то целью является верхняя граница вот этого восходящего канала и дальнейшие вот есть такие опорные уровни сопротивления, при преодолении которых, особенно в 98.25, мы увидим картину, предполагающую дальнейшее укрепление доллара. При этом образуется некоторый вот такой восходящий канал, я его нарисовал, штриховые линии на недельном графике, которые показывают, что это канал, что мы будем видеть движение доллара в этом, индекса доллара в этом канале и что означает, скажем, дальнейшее укрепление доллара. И такой сценарий, как мне кажется, нельзя исключать, потому что мы пока еще не знаем, что будет на заседании федеральной расчетной системы. Теперь, если с текущих значений индекс доллара начнет снижаться и преодолеет отметку 95.35, мы увидим нисходящий канал, который обозначен сейчас красные пунктильные линии, что будет означать признаки явного ослабления доллара и дальнейшее его движение вниз уже по опорным уровням поддержки, на которых, при преодолении которых, мы будем получать дальнейшие признаки ослабления доллара, а также на этих уровнях возможны его краткоррельные коррекции. Вот эти два сценария я бы, рассматривая ситуацию более высокого уровня, не исключал бы, потому что все возможно на заседании ФРС 31 числа. Посмотрим, как вчерашнее заседание отразилось на главной нашей валютной паре, паре евро-доллар. Как мы видим, что на недельном графике тенденция снижения евро была подтверждена, подтверждена, и более даже, так как евро преодолел отметку 11.060, то, скажем, его движение вниз стало более очевидным, и с моей точки зрения это явилось признаком того, что движение вниз может быть продолжено. Рассмотрим на недельном, на дневном графике, это более подробно. Как мы видим, евро вчера на выступлении Марио Драги и на обложении ставки совершил движение и вниз, и вверх, и, в общем-то, вчера, вчерашний день был торжеством аналитиков всех мастей, которые оказали все правы. То, что доллар пойдет вверх, евро пойдет вверх, то, что евро пойдет вниз, и то, что ничего не изменится, в среднем тоже все оказались правы. В текущей ситуации, как мы видим, все равно, с моей точки зрения, поскольку евро не пошел вверх, и не преодолел отметку 11.90, и находится в нисходящем канале, то я считаю, что дальнейшее движение евро вниз может быть продолжено. И, скажем, анализ недельный и дневного графика говорит, что сейчас все-таки евро движется вниз. Следующая пара. Фунт. По фунту все достаточно однозначно. Фунт двигается вниз, и текущее сообщение о том, что никакого иного договора по Brexit не будет, не вселяет оптимизм дальнейшего движения фунта вверх. Поэтому пока сейчас рассматриваем только возможные варианты движения фунта вниз. Швейцарский франк. На недельном графике мы видим, что общая тенденция вниз, однако швейцарский франк сделал попытку выхода из нисходящего канала. Рассмотрим эту ситуацию более подробно. Как мы видим, то движение приобрело импульсный характер с пробитием некоторых важных таких опорных линий и уровней сопротивления. И швейцарский франк движется сейчас к важному уровню поддержки 99.50, при преодолении которого мы увидим вот такой восходящий канал, что подтвердит дальнейшие перспективы, скажем, ослабления швейцарского франка. С целью вхождения цены в область паритета, ну а дальше мы будем смотреть, что из этого будет выходить. Пока сейчас я рассматриваю только, скажем, варианты в текущем моменте, варианты покупки пары. Следующий, японская иена. На недельном графике мы увидим, что иена пытается выйти из нисходящей тенденции, находится, скажем, если она преодолеет отметку 108, ну 98 или, скажем так, 109, то ее перспективы улучшатся, и мы вправе будем рассчитывать на дальнейшее, так сказать, ослабление иены. На недельном графике мы увидим это подробнее. Ну, сейчас я как бы не могу сказать, потому что, в принципе, и сейчас можно было рассматривать покупки иены, но я бы, наверное, подождал, подождал бы сейчас, если иена преодолеет отметку 109, то тогда можно уже будет искать точки ввода на дальнейшую покупку пары. Так, канадский доллар. На недельном графике мы видим, что канадский доллар движется в нисходящем канале, но делает сейчас попытку некоторых выхода из него. Но все равно сейчас он движется к верхней границе канала, но все равно он находится сейчас в нисходящей тенденции. Мы видим эту ситуацию более подробно. И сейчас он находится в импульсе. С моей точки зрения, вот если он преодолеет отметку 32, где-то 30, где уже будет 200-я скользящая средняя рядом, то в этом случае перспективы его дальнейшего движения вверх будут более, скажем так, очевидны. Хотя тут на этом пути возможны, естественно, и всякие коррекции, потому что движение было импульсным и, скажем, вполне возможна коррекция с некоторых уровней, даже не доходя до этого значения. Поэтому вполне возможно теки и вот где-то в районе этого уровня. Если кто-то вставал наверх раньше, я уже вставал раньше, и уже закрылся. Австралийский доллар. На недельном графике мы видим, что попытка движения австралийского доллара наверх потерпела неудачу. он вышел из исходящего канала. И теперь, как мы видим, движется вниз. И пока перспективы его дальнейшего движения вниз сохраняются. Поэтому пока рассматриваем только движение вниз, которое может быть еще более усиленно при преодолении отметки 69.09. Я вставал наверху в австралийском долларе и уже закрылся. Ну, скажем, я не поверил в дальнейшее укрепление доллара, вернее, в дальнейшее ослабление австралийского доллара, поэтому закрылся несколько пораньше, и вот эта часть движения уже прошла без меня. Новозеландский доллар. Новозеландского доллара. Схожая картина. Он тоже ослабевает, но пока находится в восходящем канале, хотя делает попытку достигнуть нижней границы восходящего канала. То есть я рассматриваю ситуацию с новозеландским долларом несколько лучше, чем с австралийским долларом, если судить по технической картине. Однако перспектива его снижения, с моей точки зрения, сохраняется. Понятно. Вадим, у меня просьба. Можете перезагрузить демонстрацию рабочего стола, а то, чтобы только что она у вас слетела? Давайте попробуем перезагрузиться. Бежит интернет, бежит, бежит. Все видим хорошо. А на чем прекратилось? На новозеландском долларе? А, да, новозеландский доллар. Мы видим, что новозеландский доллар ослабевает вместе с другими валютами, вместе с австралийским долларом. Но пока еще находится, если австралийский доллар вышел из границы восходящего канала, то новозеландский доллар пока еще только ослабевает и приближается к этой границе. Поэтому посмотрим, как он дальше будет себя вести. Ну, пока, в общем-то, пессимистический настрой на укрепление, скажем, новозеландского доллара в ближайший момент пока сохраняется. Но все будет зависеть, достигнет ли он нижнего или пробьет нижнюю границу этого восходящего канала. Если пробьет, то тогда перспективы дальнейшего снижения сохраняются. Таким образом, мы видим, что после заседания ЕЦБ в конечном итоге доллар начал укрепляться, и можно сказать, даже по всем фронтам. Теперь мы ждем в 15.30 данные по ВВП США за второго квартала. Они ожидаются ниже, чем были предыдущие. Поэтому, если эти данные будут подвержены, в зависимости от того, какие они выйдут, мы можем рассчитывать, если они такие выйдут, мы можем рассчитывать на некоторое коррекционное движение, скажем, индекса доллара и валют, входящих и зависящих от него. У меня все на сегодня, коллеги. Спасибо большое вам за ваш обзор, Вадим. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Какой сегодня у вас торговый план, Вадим? Активно будете торговать? Я подожду 15.30 данные ВВП, и в зависимости от этого, возможно, предприму какие-то действия. Так, я уже встаю в позиции. Австралийский и новозеландский доллар я вчера закрыл на этом движении. Поэтому сегодня, ну, возможно, пара Австралия-Канада возьму, если, скажем, ее движение вниз будет продолжено. Я понял. Слушайте, а вот я прослушал, вы говорили, нет, доллар-канадец есть у вас в портфеле сейчас? Я его закрыл. То есть, да, на этом движении вверх я встал достаточно так внизу, и поэтому я уже успел закрыться по тому тейку, который предусмотрен в нашей системе. Я понял. Слушайте, а переоткрываться не собираетесь в данном случае? Ну, в данном случае он находится в импульсе, и поэтому открываться, скажем, наверх сейчас, с моей точки зрения, преждевременно нужно дождаться какого-то такого отката, и в конце этого отката возможно принять решение на дальнейшее движение. То есть, когда движение вверх будет подтверждено, тогда можно принять решение. Я понял. Ага. Я просто смотрю сейчас внимательно на доллар-канадец, мне кажется, он уверенно так прямо идет. И смотрите, он не заманил вас в свои сети. Ну, вот это нужно ждать. Сейчас он находится в импульсе, но, скажем, в любой момент возможно остановка и начало коррекции этого импульсного движения, особенно вот если в 15-30 будут какие-то данные, которые будут благоприятствовать этому, то он будет корректироваться. Понятно. Нет, он может корректироваться, скажем так, будет обтекаемо. Я понял вас. Ясненько. Да, умение ждать, это должно быть нашим профессиональным качеством, так что вместе смотрим, ждем удобной ситуации. Спасибо большое вам за ваш обзор, Вадим. Хорошего дня. Удачи на рынке сегодня. До свидания, коллеги. Я с вами не прощаюсь, потому что тоже приму участие в Блакли в 13.00. Здорово, договорились. До встречи.